Два красноярских кинотеатра точно не будут показывать скандальный фильм Алексея Учителя Матильда. Остальные пока не приняли решение. Но все они отказываются разговаривать с журналистами из соображений безопасности. Матильда, возможно, самый скандальный фильм в истории российского кино. Он посвящен роману балерины Матильды и цесаревича будущего царя Николая II, который после смерти был причислен к лику святых. С подачи депутата Госдумы Натальи Поклонской митинги против фильма прошли во многих городах страны. Студию Алексея Учителя атаковали зажигательными смесями, и вот история докатилась до нашего города. Мы поговорили с красноярскими священнослужителями Алексеем Учителем и Станиславом Говорухиным и выяснили, к чему может привести взрывоопасная ситуация. Льют эту грязь на церковь 2000 лет. Она стоит и будет стоять. А все это уйдут, и учителя эти уйдут. Всегда либерально настроенный священник Родион Петриков заявляет решительно на фильм Алексея Учителя о Николае II, которого церковь причислила к лику святых. Время точно тратить не будет. Уверен, в Матильде искажены исторические факты. У жнатого царя не было романа с известной балериной. Хотя учитель настаивает, фильм основан на реальных событиях. Почему такой бунт? Ну, взял бы, например, он бы там, допустим, там, я не знаю, Александр III, там, Александр I. Ну, я думаю, это не вызвало бы такой вот агрессии. Он взял человека, которого церковь канонизировала. А это уже, конечно, задевает чувства верующих людей. Конечно, задевает, потому что для них он святой. Шумиха вокруг Матильды длится уже около полугода. Православные активисты, во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, выступили против показа картины. Бывший прокурор Крыма собрала 400 тысяч подписей о том, что фильм оскорбляет чувства верующих. Более того, Поклонская в каждом интервью находит все новые аргументы этой позиции. Актер, который был выбран на главную роль, на роли нашего православного святого, государя Николая Александровича, это немецкий порноактер. Против показа Матильды выступило руководство Кавказских республик, Ингушетии, Дагестана и Чечни. Во многих регионах прошли протесты православных активистов. Студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью. А офисы его адвоката сожгли два автомобиля, разбросав листовки за Матильду гореть. Судя по всему, в ответ сожгли машину лидера православного движения «4040», который выступал за запрет фильма. Скандал докатился до Красноярска. Руководителям двух местных кинотеатров пришли письма с угрозами. Ни один красноярский кинотеатр не подтвердил, что будет показывать Матильду в синемапарк, и луч уже точно дали отказ, остальные думают. Но никто из них, тем не менее, не согласился говорить на камеру. Отказались из соображений безопасности. На картину создатели потратили 25 миллионов долларов, снимали фильм 4 года. Некоторые эксперты предполагают, такая шумиха – отличный пиар. Но режиссер Алексей Учитель уверен, ему эта ситуация наносит большой вред, в том числе финансовый. Депутат Госдумы и режиссер Станислав Говорохин фильм посмотрел и претензий к нему не имеет. Уверен, ничьих чувств он не задевает. Даже предложил организовать закрытый показ Матильды в Государственной Думе. Мы обязаны как-то это прекратить. Мне кажется, должна церковь. Нужно ей еще яснее заявить о том, что эти люди, царь Божий, мракобесы, не имеют ничего общего православной церкви. Чтобы попасть в число претендентов на Оскар, до конца сентября фильм должен быть показан в прокате хотя бы в одном кинотеатре страны. Согласно знаменитой концепции государства немецкого философа Макса Вебера, государство имеет монополия на насилие. В современной России это право, как выясняется, есть у многих. Даже если это касается культуры, даже если им пользуются православные активисты. И это, безусловно, очень опасно. В первую очередь для самого государства.